Газпром Обжексы на потеплении Газпром Обжексы на потеплении Европейская весна мешает экспорту 3. Газета Коммерсант номер 31 от 20 февраля 2019 года СТР 1. Эта зима, в отличие от сравнительно морозных зим 2017 и 2018 годов, явно не принесет Газпрому новых экспортных рекордов. Теплая погода, согласно прогнозам, сохранится в Европе и в марте, апреле, цены на газ уже упали до минимумов прошлого года, а запасы в хранилищах застыли на рекордном уровне. Тем временем низкий спрос в Азии привел к росту поставок жиженного газа в Европу, где Газпрому, возможно, уже в ближайшие месяцы предстоит вступить с ним в прямую конкуренцию. Европа, вероятнее всего, переживет в этом году не только теплую зиму, но и весну температура воздуха будет выше нормы в марте, апреле и начале мая, следует из прогноза. Weather Company Входят в IBM. Это очень печальная новость для Газпрома, поскольку экспорт газа, особенно на фоне высокой базы 2018 года, когда компания продала в дальнее зарубежье рекордные 201,7 миллиарда кубометров, наверняка сократится. Тенденцию уже можно наблюдать. С начала года по 15 февраля экспорт Газпрома в Европу и Турцию снизился на 1,5%, до 25,9 миллиарда кубометров. В 2018 году экспорт в марте был очень высоким из-за пришедшего в Европу холодного фронта, чего в этом году не ожидается, то есть отставание экспорта от показателей 2018 года может достигнуть двузначных значений в процентах. И падают не только объемы, но и цены с декабря. Газ на основном европейском хабе ТТФ подешевел на 35%, примерно до 205 долларов за 1 тысячу кубометров. Осложняет ситуацию то, что зима оказалась теплой не только в Европе. В Азии спрос на жиженный газ растет гораздо меньшими темпами, чем в прошлом году, в то время как предложение СПГ существенно увеличилось после запуска очередных проектов в США, Австралии и России, и Ямал СПГ. Рассчитываемые PLATS спотовые цены СПГ с поставкой в Японию JKM упали ниже 6 долларов и 50 центов за MBTU Это минимум с октября 2017 года, тогда Brent стоило 57 долларов за баррель, а сейчас 66 долларов. Газпром Европу не отпустит, но для удержания рынка ему понадобится Украина. В результате традиционно существовавшая премия для поставок СПГ в Азию фактически исчезла, и, например, для поставщиков из США выгоднее продавать газ в расположенную географически ближе Европу, несмотря на низкие цены. Это усиливает конкуренцию между СПГ и российским газом, которая может стать еще ожесточеннее весной, когда пик сезонного спроса в Азии будет пройден и эти объемы придут в Европу. Второй фактор, который в ближайшие месяцы будет давить на цены в Европе и крайне затруднит повторение Газпромом прошлогодних экспортных рекордов, исторически максимальный уровень запасов в хранилищах. Сейчас в ПХГ в Европе около 46,2 миллиарда кубометров, на 19,6% больше, чем год назад. Это означает, что экспортерам газа в Европу придется снизить поставки, если только добыча газа внутри ЕС не будет падать ускоренными темпами. Последнее, вероятно, по оценке аналитиков, Добыча в Европе сократится в первом квартале на 2,7% из-за снижения на Гранингене в Великобритании, тогда как добыча в Норвегии останется стабильной. Но потребление может упасть еще сильнее на 3,5%. Благодаря каким факторам «Газпром» рассчитывал на рекордную прибыль в 2018 году. В результате впервые в истории российскому газу в Западной Европе угрожает прямая конкуренция с СПГ. Если цены на нефть существенно не вырастут, тогда СПГ уйдет в Азию за более высокими ценами, не увеличится спрос в Азии и новые СПГ-проекты в США будут вступать в строй по плану. Возникнет тот самый переизбыток СПГ, о котором в отрасли говорили с 2016 года. Единственный шанс для «Газпрома» заключается в том, что низкие цены на газ могут повернуть вспять сокращение спроса на него в электроэнергетике. Падение спроса на газ в генерации в Европе началось со второго квартала 2018 года, СМ. Твердый знак от 28 августа, и ускорилось к концу года. Но в декабре и январе, по данным «Клэтч», соотношение цен сложилось так, что переключение угольных станций на газ стало выгодным. Изменение динамики может оказать существенное влияние на поставки «Газпрома», особенно на рынке Германии, где угольная генерация до сих пор доминирует. Однако неясно, поможет ли эта компания выполнять уже данные главой «Газпромаэкспорта» Еленой Бурмистровой обещание не снижать экспорт в ближайшие годы. Юрий Барсуков. «Газпром» оспорил предоставление скидкой турецким импортерам. «Газпром» выиграл судебные споры против двух частных турецких импортеров газа. «Монополия» с 2017 года оспаривала действия, предоставленные им в 2015 году скидки в 10%. Теперь цена для частных трейдеров, которые получали сырье дешевле, максимально приблизилась к уровню для государственной «бортиз». Читать далее.